МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире телеканал Россия, Вести, Ульяновск. Здравствуйте! Смотрите в нашем выпуске. Бюджет на год грядущий и проблемы дня сегодняшнего на штабе по комплексному развитию региона побывал Игорь Кранцев. Финансировал террористическую организацию Исламское государство УФСБ пресекло противоправную деятельность ульяновца. Ему грозит пожизненное заключение. Праздник молодости и азарта. Сегодня в Ульяновске начался 12-й Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Поддержка семей мобилизованных, ремонт дорог и утверждение бюджета на следующий год. Сегодня в стенах областной администрации прошло традиционное аппаратное совещание под председательством губернатора Алексея Русских. Комплекты для мобилизованных жителей региона формировать с учетом их пожеланий, а работу с семьями граждан проводить со всей ответственностью. Алексей Русских обратил внимание собравшихся на актуальные задачи и выслушал информацию о связанных с этим изменениях в работе МФЦ. Во всех 28 региональных офисах мобилизованных и членов их семей принимают как отдельную категорию граждан. Буквально с 1 октября Минцифра Российской Федерации запустила еще два дополнительных сервиса на портале Госуслуг на федеральном. Это подача жалобы от семьи мобилизованного и подача заявлений на прием добровольцам. На этот портал по состоянию на вчерашний вечер уже поступило 1167 обращений граждан. А на специальный номер 122 с начала сентября поступило уже 15 тысяч звонков. И глава региона напомнил, что к обращениям нужно относиться с особым вниманием. Региональное министерство семейной политики тем временем занимается единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей, которая полагается детям и беременным супругам мобилизованных. Были проведены выплаты на 1905 детей и на 29 беременных женщин. То есть выплаты продолжаются ежедневно. Ежедневно также происходит назначение данных выплат, принимается пакет документов. На этой неделе депутаты ЗАГС Собрания рассмотрят областной бюджет на следующий год в первом чтении. Главный финансовый документ, по словам Алексея Русских, сохраняет свою социальную направленность. При этом его доходная часть по сравнению с прошлым годом возрастает на 4 миллиарда рублей. Понимаем, в какие направления будем направлять дополнительные финансовые средства в приоритетном порядке. Эта сфера ЖКХ нам необходимо сегодня поэтапно заменить полностью разрушенную коммунальную инфраструктуру. Мы должны дать людям возможность получать нормальные услуги водоснабжения, уличного освещения, отопления. Необходимо серьезно дофинансировать и сферу транспортного обслуживания. Эту абсолютно запущенную отрасль нужно в корне перестроить. Направить деньги и на здравоохранение, и на дорожную отрасль. Нынешний сезон ремонта магистрали, к слову, подходит к завершению. На всех объектах областного значения работы по ремонту полностью завершены. Все объекты введены в эксплуатацию. На объектах уличной дорожной сети областного центра полностью завершены работы на 8 участках. Ну а в областном центре и Димитровграде занимаются также разработкой движения с использованием так называемой «зеленой волны». Цель – сократить время автомобилистов в пути. Так, в Ульяновске в начале следующего года на маршруте от проспекта Нариманово до улицы Локомотивной в режиме «зеленой волны» запустят 44 светофора, из них 16 новых. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Весть Ульяновск. В законодательном собрании региона продолжают рассматривать основные параметры проекта областного бюджета на 2023 и плановый период до 2025 года. На заседании парламентского комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству депутаты рекомендовали правительству увеличить финансирование ЖКХ. По словам профильного министра Александра Черепана, в следующем году ведомство получит чуть больше 5 миллиардов рублей. Депутаты областного парламента отметили, этого недостаточно для развития отрасли. По итогам заседания члена комитета большинством голосов поддержали проект регионального бюджета на 2023 год в первом чтении. При этом рекомендовали правительству не просто декларировать дефицит финансирования, а формировать план по исправлению сложившейся ситуации. Очень многие депутаты и члены комитета высказали свои, скажем так, надежды и пожелания именно на отраслевую часть бюджета системы ЖКХ. Всеми абсолютно членами нашего комитета было поддержано направление письмо председателю правительства Ульяновской области Розункову Владимиру Николаевичу о том, что вот эти наши тревоги, опасения и пожелания мы высказываем в этом письме и просим увеличить бюджет отрасли ЖКХ. Всего же доходы региональной казны в следующем году определены в объеме 81,4 миллиарда рублей, а расходы почти на 7 миллиардов больше. Из федерального бюджета предусмотрена финансовая помощь в сумме 20,9 миллиарда рублей. В центре внимания остается финансирование нацпроектов, на реализацию которых предусмотрено более 16 миллиардов. За нарушение со стороны перевозчика администрация Ульяновска намерена отзывать свидетельства на обслуживание автобусных маршрутов. Такие иски в ближайшее время планируется подать в суд по поручению главы города Дмитрия Вавилина. Ранее аналогичные материалы были направлены по маршруту номер 28. Год назад свидетельства лишился предприниматель, работавший на маршруте 37. Вавилин отметил, что расписание движения по-прежнему постоянно нарушается, хотя стоимость проезда увеличилась. При этом денежные средства за проезд у частных перевозчиков находятся вне зоны налогообложения. Проведенные проверки показали отсутствие контрольно-кассовых машин. Штрафовать за это неэффективно, сумма слишком мала. Принципиальные позиции, доходим до судов, вызываем свидетельства. Сегодня государственный транспорт готов на конкурентной основе, подчеркиваю, на конкурентной основе, работать и перевозить пассажиров. Зависит от нас с вами организация пассажирский перевозок. От жителей областного центра продолжают поступать жалобы на работу общественного транспорта. В этой связи город усилил проверки работы автобусов. Только за октябрь проведено 25 контрольных рейдов. Значительное количество нарушений выявлено на маршрутах под номерами 4, 28, 68, 84, 94 и на ряде других. Сейчас проводятся конкурсные процедуры на право обслуживать маршруты по регулируемым тарифам. На 2023 год это 14 основных маршрутных маршрутов и все маршруты электротранспорта. 12 трамвайных и 10 троллейбусов. У ФСБ России по Ульяновской области выявило и пресекло противоправную деятельность жителя региона, причастного к финансированию Международной террористической организации «Исламское государство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий и производства следственных действий установлено, что фигурант посредством одной из платежных систем с принадлежащей ему банковской карты, а также с банковской картой его близкого родственника, перевел денежные средства на карту участника террористической организации, который осуществил сбор и перевод денежных средств в размере более 3 миллионов рублей для оказания содействия Международной террористической организации «Исламское государство». Подозреваемый признал свою вину и сообщил о подробностях содействия террористической деятельности посредством ее финансирования. Следственный отдел УФСБ России возбудил два уголовных дела о совершении преступлений, за которые может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сегодня в Ульяновске простили с Дмитрием Ежовым. Основатель и главный редактор портала «Улпресс» скоропостижно скончался 6 ноября. Ему было 48 лет. Еще недавно он занимал должность председателя общественной палаты региона. В последнее время возглавлял городскую палату справедливости и общественного контроля. Панихиду по усопшему отслужили в Спасо-Вознесенском соборе. Панихиду и отпевание пришли члены областного правительства, депутаты Ульяновской гордумы, областного законодательного собрания. Дань уважения памяти Дмитрия Ежова отдали также общественники и представители журналистского цеха и пресс-служб. Когда я узнал, что не стал Дмитрием Ежовым, это стало для меня большой трагедией, потому что я его знаю с 2011 года, когда я стал еще блогером. Он один был с первых сайтов Ульянса, который стал размещать мои посты у себя на интернет-ресурсе. И благодаря Дмитрию Петровичу меня заметили, и я стал журналистом. Он был абсолютно честен, как он сам про себя говорил. Далее, я могу не договорить, но то, что я говорю, я говорю правду. Сразу же после службы стояла церемония прощания и кухар. И тело Дмитрия отныне покоится на Ишеевском городском кладбище. Праздник спорта вернулся на ульяновскую землю. Сегодня в областном центре стартовал 12-й Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Его участниками стали более 500 человек из 18 регионов страны. Студенты будут бороться за медали в 11 видах спорта, как в традиционных, мини-футбол, волейбол и самбо, так и в компьютерных. Наш регион представит 28 спортсменов, студенты политеха, педагогического и опорного вузов. Более подробно об открытии фестиваля спорта расскажем в завтрашних выпусках Вести. На сегодня у меня все. Далее прогноз погоды. Я желаю вам хорошего вечера. Всего доброго. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 1, плюс 4. В Гуляновске 0, плюс 2. Завтра днем по области плюс 2, плюс 7. В Гуляновске плюс 3, плюс 5. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok